Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как запустить мультиплеер на Battlefield 4 и Battlefield 3 на таком сайте как Oranginal. Для этого мы установим игру. Заходим в игру, то есть она либо будет у вас на рабочем столе, либо она будет в самом столе. Короче, в самом ордене. Нажимаем мультиплеер, выбираем, где у нас меньше пинг всего, потому что у вас она либо не будет грузить, будет поговорить, что контину, то есть какая-то ошибка, либо будет вылетать, потому что когда большая вот эта фигня, долго она обрабатывается. Так, ну давайте возьмем, чем возьмем тут у нас. Так, мы сейчас обновимые. Так, да, кстати, здесь можете карты выбирать, то есть какие вы хотели бы играть. А, у нас моды какие-то, какие моды есть. Так, да, давайте все выберем. Все поубираем. Я не знаю, что надо делать, но так вот я не буду, я не знаю, что надо. Вот это все поубираем. Короче, выбираем мой сервис, что нам поменьше, извиняюсь. Давайте вот это выберем, без разницы. Так, так, кстати, насчет настроек, это я просто для себя вставил, так что можно вставить, а может нет. Смотрим сами. Вот и когда вы нажали join server, то есть вот это join server, у нас внизу высвечивается join server, то есть он поиск идет. Вот, ждем, ждем, когда он подключится. Ну, бывает то, что придется подождать, немножко зависит, то есть это интернат от вашего, либо там тоже отчасти от компьютера. То есть, как появилось, она автоматически открывается, либо у вас в пуске, в компьютере высвечивается окошко Battlefield, нажимаю, у него и заходит. Да, ну, может попросить, бывает, начало просто обновление, то есть без проблем обновляйте, то есть если у вас это, то оно требуется в данном мультиплеере. Вот. Что еще могу сказать? В принципе, здесь вы можете зайти внизу, вот видите FMFU сервера пейдж, здесь посмотрите количество игроков. Пинг, также здесь характеристики, то есть смотрим, игроки, кто играет и все такое. Вот. Если вам понравился сервер, там, поиграли на нем, да, вы можете нажать фаворит, и, то есть он у вас сохранится как избранный. Вот оно выходит. Так, ну, в принципе, наверное, все. Я бы показал, как он запускается. Тут ничего сложного нет, единственное, придется иногда ждать. Да, насчет пинга я говорил, нет, потому что чем он больше, тем хуже, то есть он будет вылетать. Это еще раз повторюсь, или не будет у вас гружаться к этим. Так, ну, немножко Origin скажу. Origin это наподобие что-то Steam, но здесь игр чуть поменьше, чем на Steam, но зато есть плюсы. Тут некоторые игры можно играть бесплатно, то есть определенное количество времени, правда, но зато можете поиграть, посмотреть, что это за игры. Стоит вам ее, допустим, приобретать или нет, или просто вам понравится. Короче, есть такая возможность для тех, кто ей пользуется, да. Кстати, купил эти две игры, мне дали подарок, в Сибири называется два, ну, не игра, не экшен, зато приятно, то есть они для своих, как сказать, клиентов, ну, можно сказать, взаимы-то заботятся, да, там делают скидки какие-то, подарки, то есть и возможности в демо-версии поиграть, и в тестах поучаствовать. Ну, это все описание на Origin, то есть зайдете, кому понравится зарегистрировать, и да, я хотел сказать то, что, блин, я бы на вашем месте кто-то хочет поиграть в пиратку, я бы и не тратил ни время, ну, не знаю, ни нервы, потому что это очень заморочено, не факт, что вы просто сможете и подключиться, потому что бывает такое, что настраиваешь там 4 часа, а он просто у вас потом не запускается, то есть какие-то ошибки, либо обычно это бывает на лаунчере. То есть, лаунчер, то есть вы скачали пиратку, запускаете, он пишет то, что лаунчер не обновлен, и не можете зайти, дело в том, что кто-то тепло лаунчеры, которые надо их искать, тоже, которые новой версии выходят, ну, короче, извиняюсь, короче, короче, одним словом, проще купить, если есть так важность, либо отложить, либо подождать, когда будет хорошая скидка, приобрести и играть без проблем. Ну, все, на этом, наверное, с вами была закидка, наоборот, улыбнемся. Вот, компресс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вот, надеюсь, в следующем раз мы покажем еще вам что-нибудь интересное. Ну, до свидания, всего вам хорошего, удачи!